здравствуйте мы рады вас приветствовать на канале пилот пикси сейчас мы находимся в аэропорту шар-де-голь и совершим сегодня перелет в аэропорт хитроу лондон прежде всего настроим внешний вид нашего симулятора как обычно грузим наш полетный план он был составлен заранее полетим на прекрасном самолете робин dr-401 время в пути состоит примерно 2 часа 10 минут расстояние 248 морских минут высота полета будет составлять примерно 5000 футов маршрут нашего полета пролетим над о-де-франц районом франции коле пересечем ла-манш на территории англии совершим посадку в аэропорту хитроу посмотрим его карту мы готовы к полету переходим в кабину загружаем полетный план наш навигатор забыл посмотреть погоду что нас ожидает в пути над англией немного тумана в основном хорошая погода везде что с ветром вроде все нормально ну чтож отправляемся в путь наш самолет полностью готов заправлен давным подруга про на Продолжение следует... 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 Курс, по которому мы будем совершать наш полет. Выбираем цеплелки. Выключаем усилительные дни. Температура. Погода, точнее, полностью температура и время соответствуют местному времени. Фактическому. Пока мы набираем высоту, предлагаю послушать музыку. Композиция от Пластик Бул. КИЗИМИ. КОНЕЦ ФИЛЬ observe времена. Продолжение следует... КОНЕЦ ФИЛЬМАТИЛЬНЫЙere. Надежда кроме. КОНЕЦ ФИЛЬМАТИЛЬНЫЙ. КОНЕЦ ФИЛЬМАТИЛЬНЫЕ. oste у". ПОДТИТИТИТМАТИЛЯ. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Абвиль в течение 27 минут примерно но пока расскажу о тех районах над которыми будем пролетать северо-восток франции это называется район оде франс буквально звучит как верхняя франция регион франции созданы в соответствии с территориальной реформой французских регионов в 2014 году в результате объединения регионов нор-де-по падать нор-паде калем и пикаргия дата образования нового региона считается 1 января 2016 года 28 сентября 2016 года государственный совет франции вынес решение о переименовании региона при объединении регионов в тексте закона определено временное 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 наименование региона состоящее из двух бывших регионов то есть соединение название исторической области пикардия пролива паде кале и обозначение места региона на карте франции 28 сентября 16-го года утверждено новое название оде франс а временная столица лиль стала официальной сам регион общей площадью 31 813 квадратных километров является восьмым по величине на территории метрополии франции он расположен на северо-востоке страны и граничит с регионом иль-де-франц на юге через который мы сейчас пролетаем регионом нормандия на юго-западе и регионом гранд-эст на юго-востоке на северо-востоке регион граничит с бельгией с северо-востока регион омывается северным морем и проливом паде кале впервые название пикардия зафиксировано в документах 13 века так называли область распространения особого пикардского наречия обладание пикардии у французской короны оспаривали англичане и герцоги бургундские через пикардию проходили пути почти всех завоевателей которые стремились овладеть парижем в ходе первой мировой войны многие старинные города пикардии включая перроне и сен тантен были полностью разрушены пикардия родина готической архитектуры здесь сохранилось 6 выдающихся средневековых соборов самый большой из которых а мнение 1790 году исторические провинции франции были переделаны департаменты во время третьей республики в 1919 году были учреждены экономические регионы и произведена первая попытка экономического планирования как ветерок нас болтает красивые виды открываются с высоты нашего полета продолжим 30 июня 41 года правительство маршала петтена объединило департаменты под руководством регионального префекта они просуществовали до 1946 года и были созданы вновь 1960 году такая структура оставалась неизменной до 2015 года численность населения проживающего в данном регионе составляет около 6 миллионов человек плотность населения составляет 200 человек на квадратный километр на север франции ветерок гуляет сегодня видимо погода ветреная но для нас это хорошо не облачно нет низкой облачности а сейчас послушаем группу скотч пендинг пендерлайзер и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 пунктов сплошные поля очень плавные холмы с небольшими рощами обратили внимание что стоит очень много ветряков и конечно очень сильно развито потребление альтернативной энергии в Европе точнее неправильно выразился альтернативные источники электроэнергии у нас болтает надеюсь пиксель не укачается наша скорость составляет 132 узла истинной скорости и 119 узлов излучной скорости давайте тогда послушаем Dookie Lake композиция называется Do You ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Пока у нас довольно-таки много времени, я хочу подготовить финишный этап нашего маршрута. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У нас юго-западный, значит, лучше садиться с восточной стороны 27A полоса. У нас юго-западный. У нас юго-западный. У нас юго-западный. Загрузить? Да, пока загрузим. Потом уже в конце нашего маршрута активируем ее. Последним населенным пунктом, который мы будем пролетать во Франции, это будет Кале. Город, порт у пролива Паде-Кале, крупнейший по численности населения город департамента Паде-Кале. Кале является ближайшим к Англии населенным пунктом Франции. Расстояние по прямой до Англии составляет 3-4 километра. Между Кале и английским Дувром курсирует паром. С 1994 года было открыто движение по железнодорожному тоннелю от пригорода Кале-Кокеля до английского Фокстона. Население Кале составляет примерно 77 тысяч жителей. В 13 веке Кале был превращен графом Булонским из рыбацкой деревушки в крупную прибрежную крепость. После победы при Крессии в 1346 году английский король Эдуард III не мог взять Кале в течение целого года. Англичане продолжали владеть городом до 1558 года, когда у Марии Тюдор его отвоевал герцог Гис. Это была последняя территория Англии в континентальной Европе. Окончательно Кале за Францией закрепил Камберзийский мир в 1596 году. В 1596 году после осады взят испанскими войстами. Выношен Францией по Вервенскому миру. Кале является крупнейшим транспортным узлом на севере Франции. По паромной линии между Кале и английским Дувром переводится основной поток товаров между двумя странами. После открытия в 1494 году железнодорожного тоннеля оборот паромных перевозок сократился. Но, с другой стороны, благодаря открытию туннеля, пассажиропоток через Кале резко вырос. В настоящее время он составляет более 10 миллионов человек в год. Основные направления промышленности – это машиностроение, химическая, пищевая промышленность, а также старинное производство в кружек, тюля и вышивая. Через четыре столовые минуты мы уже сделаем правый поворот и вяжем на курс непосредственно в Кале. Хорошо видно море. Ла-Манш. Я сам был в Ла-Манше в 1985 году. Такое впечатление, что у нас такая же погода была, как сейчас. Но сильный холодный ветер. Волна была небольшая. В обе стороны были видны береги как Франции, так и Англии. Вот что запомнилось – это английский берег был белого цвета. Я дальше про это расскажу, но то, что видел своими глазами, это, конечно, интересно. Запомнилось нам всю жизнь. Ну а пока послушаем Мартнелли. Композиция называется «Войс». «Войс». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Первый гражданский рейс из аэропорта Хептроу состоялся 1 января 1946 года в Буэнос-Айрес с дозаправке в Виссабоне. Аэропорт стал работать полностью как гражданский с 31 мая 1946 года. В 1947 году в Хитрово было 3 взлетно-посадочных полосы и еще 3 строилось. Первые взлетно-посадочные полосы, построенные как для поршневых самолетов, были коротки, и их направления учитывали все направления ветра. В 1953 году первая плита первой современной взлетно-посадочной полосы была торжественно положена королевой Елизаветой II. В 1955 году она также открыла первое постоянное здание терминала, здание Европы, теперь известное как Терминал-2. В 1970 году две главные взлетно-посадочные полосы были увеличены для того, чтобы аэропорт мог принимать новые большие самолеты типа Боинг-747. В 1977 году лондонский метрополитен был продлен до Хитрово. Линия Пикадилли стала доставлять пассажиров из аэропорта в центральный Лондон всего за час. 23 июня 1998 года было открыто прямое железнодорожное сообщение с лондонским вокзалом Пэддингтон под специально построенной железнодорожной большой западной главной линией. Продолжающийся рост пассажирских перевозок достиг уровня 30 миллионов пассажиров в год к началу 80-х годов. Поэтому возникла потребность в новом большом терминале. Терминал-4 был построен к югу от южной взлетно-посадочной полосы рядом с существующим грузовым терминалом. Вдали от трех других терминалов был соединен с терминалами 1 и 2 и 3 уже существующим грузовым терминалом. Терминал-4 был открыт принцем и принцессой Уэльскими в апреле 1986 года. И он стал домашним терминалом для недавно приватизированной авиакомпании British Airways. В 1987 году правительство Великобритании национализировало компанию British Air Force. Сегодня известна как BAA Limited, которая управляла Хитроу и еще шестью аэропортами Великобритании. В Хитроу обслуживаются на сегодняшний день свыше 90 авиакомпаний, которые связывают Лондон со 170-ми аэропортами по всему миру. Ежегодно Хитроу обслуживают 67 миллионов пассажиров. Наиболее загруженное направление Нью-Йорк. Туда отправляется свыше 4 миллионов пассажиров в год. Мы выполняем сейчас поворот в сторону Лондона. Небольшой туман присутствует. Не туман, а облачность. Здесь я думаю, что у нас надо немножко уменьшить дальность уберем объектов. Думаю, что на Гондонном еще больше могу сделать уменьшение. Ну, а пока давайте послушаем Дэнни Кейт «Keep on Music» субтитры подогнал «Симон» «Турли» «Турли» Субтитры сделал DimaTorzok 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 Обратили внимание, как только мы развернулись в другую сторону по ветру, у нас очень сильно увеличилась истинная скорость, 140 узлов была, балансируем топливо в баках. Перед нами Лондон. Перед нами Лондон. Пока мы потихонечку снижаемся. Давайте послушаем Джо Йеллоу, Take My Head. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Увидеть аэропорт, я его потом не вижу. А вот и он. А вот и он. Включаем посадочные огни и идем на посадку. О Лондоне я умышленно сегодня ничего не рассказывал. Планирую так же, как над Парижем, сделать над Лондоном отдельную экскурсию, полет на вертолете, если, конечно, вы не боитесь со мной летать и садиться. Осадки у меня не очень хорошие. То есть приглашаем вас в полет над Лондоном. Субтитры создавал DimaTorzok Снижаем скорость нашего полета. Субтитры создавал DimaTorzok Здесь боковой ветерок у нас. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что ж, пора переходить в ручной режим. Ну как он колтает здесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... К вертолетной экскурсии над Лондоном... Всего вам доброго... До свидания... Продолжение следует... Продолжение следует...